Смотрите, новая власть запустила очень много антикоррупционных инициатив, то есть прежде всего это завершение конкурса по антикоррупционному суду, который уже приступил к своей работе и вносится целый ряд изменений в уголовно-процессуальный кодекс, которые сегодня были проголосованы. Например, НАБУ передали право проведения прослушки самостоятельно. До этого НАБУ проводило прослушку через инструменты службы безопасности Украины и, соответственно, СБУ знало, кого и о чем слушает НАБУ. Больше последних два года они боролись за право иметь свои возможности для прослушивания и сегодня они такие возможности получили. Нынешняя власть, нынешний Верховный Совет показывают такое лояльное отношение к антикоррупционной инфраструктуре. Происходит полная замена НАЗК, НАБУ и САП получают дополнительные возможности. Антикоррупционный суд имеет все технические возможности для того, чтобы слушать антикоррупционные дела. Поэтому я уверен, что журналистам будет очень интересно в ближайшие годы, поскольку мы будем видеть очень много антикоррупционных кейсов, громких дел, больших фамилий. И, кстати, снятие неприкосновенности тоже пойдет в плюс, потому что сегодня, если год назад для того, чтобы НАБУ привлечь депутата к ответственности, необходимо было снять с него неприкосновенность. Сегодня просто достаточно подписать документы, предъявить ему эти документы и забрать его в суд для избрания меры пресечения. Я его вижу, а, первое, очень загруженным, то есть я вижу очень много работы, много судебных процессов, много каких-то скандалов в этой части. Ну, как адвокат, конечно, у меня есть опасения. Опасения какого характера? Безусловно, общество давит. Давит на НАБУ, давит на суд. Общество хочет крови, общество хочет посадки, наказать коррупционера. И я боюсь, что под давлением общества и суд, и правоохранительные органы будут забывать право на защиту, доказывание, уровень доказывания, качество этого доказывания. Борьба с коррупцией не должна превратиться, ну, скажем так, просто в расстрел без суда и следствия. Тяжело ответить на этот вопрос. То есть, я думаю, что главное, вот, власть сделала несколько шагов вперед, предоставила дополнительные возможности антикоррупционным органам. Мне кажется, что с этого момента надо сделать небольшую паузу, дать им возможность эти реализовать, и только если они будут успешно реализовываться, ставить вопрос о каких-то дополнительных возможностях. То есть не стараться угодить антикоррупционных органов во всех их желаниях. Мы проводим различного рода опросы. К сожалению, пресечный громадянин воспринимает борьбу с коррупцией. Это взять какого-то известного человека, там, мэра города или депутата, посадить его в клетку, сделать фотографию вот в клетке какого-то влиятельного чиновника. К сожалению, такой формат восприятия борьбы с коррупцией, хотя это гораздо сложнее инструмент, который не только связан с наказанием, который связан с электронными сервисами, который связан с возможностью компенсировать результаты и так далее. Но вот наши оценки ожидания юристов и ожидания общества, они расходятся. Вы задали вопрос относительно антикоррупционного суда. Я вот на примере кейса дела мэра Одессы. Мы знаем, что господин Труханов получил оправдательный приговор. То есть был достаточно большой такой открытый судебный процесс. Но в связи с введением антикоррупционного суда, теперь его кейс будет рассматриваться в антикоррупционном суде как апелляционный суд. То есть все процессы будут происходить в Киеве. Уверен, что количество заседаний будет не меньше, чем было в Одессе. Поэтому я думаю, что вот как раз город Одесса будет звучать с телеэкрана.